Какая разница между children и kids? Какое общее бытовое значение у room, space и place? В чем разница между friend, boyfriend и boyfriend? Сериал – это serial или series. Рука – это arm или hand. Нога – это leg или foot. Кусочек – это a piece или a bit. Какая разница между a piece of и a bit of. Как сказать, на всякий случай, дело в том, что, и все такое, или сюда, пожалуйста. Если вы чувствуете себя неуверенно в этой сотне самых частотных бытовых английских существительных, тогда вам сюда. Сегодня у нас топ 100 самых частотных английских существительных, которые крайне необходимы в разговорном английском языке. С ними уже можно довольно сносно общаться. После этого тренажера вы будете воспроизводить их через полсекунды. Мы вытащим их на уровень подсознания, и вы больше не будете мучительно подбирать слова в разговоре. Вы будете делать это автоматически. Сначала мы поработаем с этими существительными поодиночке, но в быстром темпе. Будет непросто, но после многократных повторений тренажера вы справитесь, если не сдадитесь. И в результате будете воспроизводить слова мгновенно. Наша цель не просто их запомнить и узнавать, а мгновенно воспроизводить. Потом мы поработаем с ними в парах и в разброс, и в конце потренируем их на предложениях. А теперь к делу. Сначала, если не успеваете, можете уменьшить скорость проигрывателя, нажав на шестеренку. Поехали! People. Люди. Thing. Вещь, предмет, дело, штуковина, все что угодно. Time. Время. Раз. Way. Путь, дорога, способ. Year. Год. Month. Месяц. Day. Day. День. Coffee. 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 Life. Жизнь. Гай. Парень, мужик, чувак. World. World. Мир. Свет. Part. Часть. Today. Сегодня. Man. Мужчина. Woman. Женщина. Men. Мужчины. Women. Женщины. Question. Вопрос. Number. Число, цифра, номер. The point. Суть. Главное. Word. Слово. Case. Случай. Дело. Ситуация. Music. Музыка. Place. Место. Idea. Идея. Идея. Мысль. Понятие. Money. Деньги. Person. Человек. Water. 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 Вода. Fact. Факт. Факт. Work. Работа. Problem. Problem. Проблема. Сайд. Сторона. Hand. Рука. Кисть. Body. Тело. Country. Страна. Стари. Рассказ. История о чем-то. Example. Example. Пример. State. Состояние. Week. Неделя. Friend. Друг. Подруга. End. Конец. Stuff. Вещь. Это. Фигня. Барахло. Пожидки. Вещи. Все что угодно. От предметов до идеи. All that stuff. Все это. And all that stuff. И все такое. И так далее. И тому подобное. И все в таком духе. Car. Машина. Автомобиль. Book. Книга. Name. Имя. Название. The point is. Суть в том, что. Главное что. Дело в том, что. Reason. Причина. Sea. Море. Family. Семья. Power. Власть. Сила. Электроэнергия. Food. Food. Продукты. Еда. System. Система. Game. Игра. Child. Ребенок. Company. Company. Компания. Minute. Минута. Hour. Час. Second. Секунда. Job. Работа. Профессия. Home. Дом. Не здание, а место, где вы живете. Домашний очаг. Law. Закон. Bit. Кусочек. Фрагмент. Немного. A bit of. Немного. The point is. Главное что. Дело в том, что. For a bit. Ненадолго. На короткое время. In a bit. Через недолгое время. Вскоре. Скоро. Чуть позже. Line. Линия. Очередь. Area. Район. Местность. Group. Группа. Sense. Чувство. Смысл. Head. Голова. Mind. Ум. Сознание. Thanks. Спасибо. Eye. Глаз. And all that stuff. И все такое. И так далее. Order. Приказ. Заказ. Issue. Issue. Проблема. Вопрос. School. Школа. Space. Пространство. Космос. Место как пространство. Couple. Пара. Парочка. Двое. Student. Ученик. Студент. Room. Комната. Место как пространство. To give somebody room. Дать кому-то место. Пододвинуться. Information. Информация. Process. Процесс. Decision. Решение. Принятие решения. Could. Ребенок. Phone. Телефон. Movie. Film. Фильм. Кино. Series. Series. Материал. Show. Программа. На ТВ или радио. Show. Experience. Опыт. History. История. Как предмет или наука. Piece. Кусок. Кусочек. Type. Type. Тип. Energy. Энергия. Face. Лицо. House. Дом. Как здание. Light. Свет. And all that stuff. И тому подобное. И все в таком духе. Sound. Звук. City. Город. Brain. Мозг. Health. Здоровье. Foot. Ступня. Нога. Audience. Публика. Зрители. Аудитория. Animal. Животное. Leg. Нога. Вся нога от бедра. Arm. Рука. Вся рука от плеча. После этого видео вы можете также потренировать топ 100 английских глаголов и топ 100 английских прилагательных в плейлисте «Словарный запас». Я оставлю ссылку в подсказках в правом верхнем углу. Все эти тренажеры обеспечат вас надежной словарной базой самых частотных слов, которые выручат вас в любой ситуации. И это будут не просто отдельные слова, а слова, погруженные в речь, в разговорную практику и речевые ситуации. Если у вас провалы с грамматикой, временами, артиклями и так далее, заходите в плейлист «Языковые тренажеры» и отработайте нужную тему на тренажере. Я тоже оставлю ссылку на этот плейлист в верхнем правом углу. А теперь давайте уточним и разберем значения самых проблемных существительных, чтобы не допускать ошибок в речи. Мы привыкли к тому, что room – это комната, а space – это космос. Но и room и space также употребляются в значении места как пространство. По сути, дом разделен на пространство для проживания, комнаты, а космос уже сам является пространством. Не путайте их со словом place – место. Place – это локация, город, дом, месторождение и так далее. Place не связано с пространством или простором. Place – это точка в пространстве или местонахождении. Разница между room и space в значении свободное место состоит в том, что room – это место или пространство, которое может быть занято, в которое можно втиснуться или поместиться. А space – это то место или пространство, которое должно оставаться незанятым или предоставлять свободу действий, даже если его займут. Например, There must be some space between trees in the garden. В саду между деревьями должно быть свободное место или пространство. I need more space. Мне нужно больше места, больше пространства, больше свободы. I need more room for my legs. Мне нужно больше места для ног, чтобы втиснуть, поместить ноги между сидениями, например. Мы даже не говорим о свободном пространстве для ног. Главное, чтобы хотя бы их как-то более-менее удобно поместить там. There is not enough room for my car here. Здесь недостаточно места для машины. Она никак не поместится. Не втиснется, скажем, в гараж. Things and stuff – оба слова обозначают какие-то вещи вместе взятые. Мы можем говорить о конкретных вещах, пожитках, инструментах, машинах и домах. Больших или маленьких. А также, когда говорим об абстрактных вещах, таких как идеи, занятия, музыка, хобби, деньги и так далее. Единственная разница в том, что thing или things – это исчисляемое существительное. Может использоваться в единственном и множественном числе, если нам нужно посчитать эти вещи. А stuff – это неисчисляемое существительное. Что-то вроде неисчисляемого барахло, это, все это, всякая всячина. Вещи в прямом и переносном, абстрактном смысле. There are a couple of things I need to tell you. Есть несколько или парочка вещей, о которых мне нужно тебе сказать. She's got a lot of stuff to do. Он должен многое сделать. Как бы сделать много всякой всячины. Your things are all over the place. Твои вещи везде разбросаны, по тому месту, где вы находитесь. All your stuff is in your room. Все ваши вещи, пожитки, барахло в вашей комнате. I don't like all that stuff. Мне не нравится все это. Это могут быть конкретные вещи, идеи, взгляды или сама ситуация. And all that stuff – значит и все такое, и так далее, и тому подобное, и все в таком духе или роде. They don't have the internet or TV and all that stuff. У них нет интернета или телевизора и тому подобное, и все в этом духе, и так далее. Кусочек, кусок. A piece или a bit. A piece of или a bit of. Оба имеют значение фрагмент чего-то. В прямом смысле, a piece – это всегда кусок, порция чего-то цельного, исчисляемого. A piece of cake – кусок торта. A piece of pizza – кусок пиццы. A piece of cup – кусок или обломок чашки. То есть, a piece – это a part, a portion – это часть или порция чего-то целого. A bit of используется с неисчисляемыми существительными в значении «немного». Например, a bit of salt – немного соли. A bit of water – немного воды. A bit of time – немного времени. Нельзя сказать a piece of salt или a bit of plate. In a bit – значит через короткое время, вскоре, чуть позже. For a bit – на короткое время, ненадолго. А теперь поработаем с этой сотней самых частотных английских существительных в обратном направлении и в темпе. Прошу. Take it away. История как предмет. History. Ученик-студент. Student. Опыт. Experience. Нога – вся нога. Leg. Свет. Light. Название. Имя. Name. И все такое, и так далее. And all that stuff. Семья. Family. Минута. Minute. Кусочек, немного. Bit. Немного. A bit of. Ненадолго, на короткое время. For a bit. Чувство, смысл. Sense. Состояние. State. Причина. Причина. Машина, автомобиль. Car. Слово. Word. Вскоре, скоро, чуть позже. In a bit. Работа. Work. Рассказ, история о чем-то. Sorry. Друг, подруга. Friend. Сторона. Side. И тому подобное, и все в таком духе. And all that stuff. Пример. Example. Example. Люди. People. День. Day. Мужчины. Men. Сегодня. Today. Часть. Part. Музыка. Music. Человек. Person. Страна. Country. Море. Sea. Система. System. Секунда. Second. Дом. Дома. Не здание, а место. Home. Мозг. Brain. Рука. Вся рука. Arm. Tip. Type. Комната. Место. Room. Приказ. Заказ. Order. Дать кому-то место. Пододвинуться. To give somebody room. Группа. Group. Сериал. Series. Энергия. Energy. Здоровье. Health. Район. Местность. Area. Деньги. Money. Кофе. Coffee. Вещь, предмет, дело, штуковина, все что угодно. Thing. Женщина. Woman. Женщины. Women. Месяц. Month. Вопрос. Question. Время. Раз. Time. Мир. Свет. World. Власть, сила, электроэнергия. Power. Продукты, еда. Food. Работа, профессия. Job. Информация. Information. Процесс. Process. Телефон. Phone. Публика, зрители, аудитория. Audience. Дом, как здание. House. Кусок, кусочек. Peace. Компания. Company. Ум. Сознание. Mind. Проблема, вопрос. Issue. Issue. Решение. Принятие решения. Decision. Пара. Парочка. Couple. Ребенок. Child. Kid. Женщины. Women. Вода. Water. Water. Год. Year. Тело. Body. Главное что? Дело в том, что... The point is... Игра. Game. Кисть. Рука. Hand. Конец. End. Факт. Fact. Голова. Head. Школа. School. Путь, дорога, способ. Way. Звук. Sound. Фильм. Фильм. Кино. Movie. Film. Закон. Law. Место. Place. Жизнь. Life. Мужчина. Man. Мужчины. Men. Неделя. Week. Линия. Очередь. Line. Глаз. Eye. Случай. Дело. Ситуация. Case. На всякий случай. Just in case. Just in case. Парень, мужик, чувак. Guy. Идея, мысль, понятие. Idea. Спасибо. Thanks. Город. City. Животное. Animal. Вещи, всякая всячина. Stuff. Ребенок неформально. Kid. Программа на ТВ, радио. Show. Ступня, нога. Foot. Главное, что? Дело в том, что? The point is. Число, цифра, номер. Number. Книга. Book. Пространство, космос. Место, как пространство. Space. Проблема. Problem. Лицо. Face. Час. Hour. Children и kids. Оба слова переводятся как дети. Children более формальное. Используется и формально, и в разговорной речи. Kids – это исключительно разговорное слово. Оно происходит от слова «козленок», но не имеет негативного значения. Наоборот, с любовью. Children – это дети от рождения до подросткового возраста. Kids – это дети уже вышедшие из младенческого возраста. И хотя слово «kids» покрывает весь школьный возраст, самим подросткам с 12-13 лет уже не очень нравится, когда их называют «kids». Вместо этого они предпочитают более взрослое разбитное «guys» – парни. Хотя родители и учителя обычно не обращают на это внимания и продолжают называть подростков «kids». В английском языке много слов для метафорического ласкательного обозначения детей и обращения к ним. Например, Babe – малыш, малышка, крошка, kitty – козленочек, dear – лапочка, милая, sweetheart – лапочка, конфетка, солнышко, sugar – сладенький солнышко мое, prince – принц, принцесса, angel – ангелочек, ангел мой, handsome или beautiful – красавчик или красотка, puppet – крошка, малютка, куколка, pumpkin – тыковка, ягодка, конфетка, donut – донат. Пончик. Но это только в кругу семьи. Детям даже младшего школьного возраста может очень не понравиться, если вы так их будете называть при посторонних. Friend – это друг или подруга. Английское friend не имеет гендерного деления. Friend – это просто друг, он или она. Byfriend – это друг мужского пола, когда нужно четко обозначить пол друга. Оба слова ударяются. Boyfriend – это не просто друг, а парень, состоящий в романтических отношениях. Ударение только на boy. Boyfriend – тоже касается girlfriend – просто друг женского пола. И girlfriend – девушка, с которой у вас близкие отношения. Сравните girlfriend – ударение только на girl. И girlfriend – ударение на каждом слове. Сериал – это serial или series. Serial – это сериал с единым сюжетом, который развивается и продолжается в каждой серии. В типичном сериале serial – каждая серия прерывается на самом интересном месте. Серия не имеет завершенности. To be continued – продолжение следует. Ярким примером serial является мыльная опера. Soap opera – то есть мелодрама. Series отличается тем, что несмотря на одних и тех же героев, сюжет в каждой из серий может быть уникальным и законченным. Каждая серия – как отдельная история, но все эти истории связаны общим сюжетом. По сути, все современные сериалы снимаются таким способом, чтобы каждая серия была отдельной историей, но фрагментом общего сюжета. Series – это исчисляемое существительное, которое всегда имеет форму множественного числа. This series is good. Этот сериал хороший. These series are good. Эти сериалы хорошие. Serial – более старый термин. Когда он появился, series еще не было. Можно сказать, что series – это эволюция более раннего serial. Сегодня series – это все, что угодно. От ситкомов, криминальных драм, документалистики и телешоу. Поэтому можете использовать series – для любого сериала и episode – как серия или фрагмент сериала. Теперь давайте поработаем с небольшими фразами и словосочетаниями с самыми частотными и нужными английскими существительными. За дело. Не будем терять времени. Let's get on with it. Дать кому-то место. Пододвинуться. To give somebody room. И мужчины, и женщины. Both men and women. Новость. A piece of news. Через пару месяцев. In a couple of months. Фильмы, и телесериалы. Movies and TV series. Films and TV series. Ненадолго. На короткое время. For a bit. Немного воды. A bit of water. Через пару часов. In a couple of hours. Спасибо за кофе. Thanks for the coffee. Приказы и решения. Orders and decisions. Кусок рыбы. A piece of fish. Вот в чем вопрос. That is the question. Немного времени. A bit of time. Люди или животные. People or animals. Через пару лет. In a couple of years. Звук и свет. Sound and light. Спасибо за идею. Thanks for the idea. На всякий случай. Just in case. Кусочек шоколада. A piece of chocolate. Через пару недель. In a couple of weeks. Немного сна. A bit of sleep. Ваша энергия и опыт. Your energy and experience. Вскоре, скоро, чуть позже. In a bit. Через пару минут. In a couple of minutes. Конец рассказа истории. The end of the story. Кусок ткани или бумаги. A piece of cloth or paper. В этом случае. In this case. Любая женщина или любой мужчина. Any woman or any man. Немного отдыха. A bit of rest. И мозг, и ум. Both brain and mind. Моя семья и наши друзья. My family and our friends. Через пару дней. In a couple of days. И фильмы, и сериалы. Both movies and series. На всякий случай. Just in case. А теперь поработаем с этими английскими существительными в отдельных предложениях. Не забывайте делить тренажер на блоки по одной минуте, отрабатывая каждый блок по кругу несколько десятков раз, пока не будет хорошо получаться. Это гораздо эффективнее, чем проходить тренажер сразу насквозь. От начала до конца. Поработайте с тренажером по блокам, а потом целиком, и вы сразу ощутите эффект. Поехали. Here we go. Какая у вас профессия? Кем работаете? Чем занимаетесь? What's your job? Я не знаю этот район. I don't know this area. I don't know this area. Тебе нравится еда здесь? Do you like the food here? Это сериал, а не фильм. It's a series, not a movie. Это интересный случай. It's an interesting case. У вас странное чувство юмора. You have a strange sense of humor. Они хотят больше власти. They want more power. Например, в школе, на работе и дома. Вода в море прохладная. Здесь недостаточно места для машины. There is not enough room for the car here. В этой стране много больших городов. There are a lot of big cities in this country. Возьми немного денег, на всякий случай. It's a bit of money, just in case. Это очень важный вопрос, важная проблема. It's a very important issue. Я не знаю этого слова. Это заберет у нас немного времени. It'll take us a bit of time. Не волнуйся, я скоро вернусь. Don't worry, I'll be back in a bit. Там было достаточно места. У нас были некоторые проблемы, но я на твоей стороне. Моя жизнь в ваших руках. My life is in your hands. Это имеет смысл? Does it make any sense? Она добрый человек. She's a kind person. Но факт остается фактом. Вы то, что вы едите. But the fact remains. You are what you eat. Сюда, пожалуйста. This way, please. Мне нравится ваша история. Хорошая вещь. Хорошая штука. I like your story. It's good stuff. It's a good thing. Мне нравится итальянская культура и история. Мне нужно немного соли. Мне нужно немного соли. I need a bit of salt. Я вскоре вернусь. Я чуть позже вернусь. I'll be back in a bit. Они красивая пара. They are a beautiful couple. Я выйду ненадолго. Я выйду на короткое время. Правильно или неправильно, но закон есть закон. Right or wrong, but the law is the law. Это хорошая новость. It's a good piece of nose. Ступня – это часть ноги. A foot is a part of a leg. Ей не нравится все это. She doesn't like all that stuff. Вам нужно привлечь публику на свою сторону. You need to get the audience on your side. Дело в том, что это не имеет смысла. The point is it makes no sense. The point is it doesn't make any sense. Общее состояние здоровья неплохое. The general state of health is not bad. Это моя любимая программа, передача, телешоу. It's my favorite TV show. Тот парень или мужик вышел с ребенком на руках. The guy went out with the child in his arms. Дело в том, что это не та дорога. The party is it's the wrong way. Давайте обсудим денежный вопрос, финансовую сторону. Let's discuss the money issue. Ей нужно больше денег, чтобы купить продукты. Мне нужно выйти ненадолго. I need to go out for a bit. Мне очень понравился рассказ о мужике с тремя ногами и шестью руками. Я наступил на кусок стекла и порезал ногу. У них нет интернета или телевизора и тому подобное. They don't have the internet or a TV and all that stuff. Кисть – это часть руки. Какой номер нашего рейса? Ты знаешь, как все это работает? Я попросил у него твой номер. I asked him for your number. I asked him. К сожалению, конец этой истории совсем не счастливый. Мы поговорим об этом чуть позже. We'll talk about it in a bit. Вы должны знать, кто ваша публика, зрители и чего они хотят. You must know who your audience are and what they want. У вас нет причины беспокоиться. You have no reason to worry. Он не любит или ненавидит стоять в очередях. He hates standing in lines. Конечно, у вас есть тело, руки, ноги и голова. Но у вас нет сердца. Пододвинься. Я не могу делать свою работу. Give me some room. I can't do my work. Подумай о деньгах и о всем том, что тебе нужно. Отвечайте только вслух, четко и ясно. Все быстрее и быстрее. Если вы будете учить и тренировать язык про себя, то в будущем будете говорить только про себя. То, как вы говорите сейчас, и есть ваше реальное владение языком. Без этого маленького «сейчас» не будет никакого большого языкового будущего. А теперь я традиционно попрошу вас подписаться и поставить лайк в подтверждении того, что вы готовы одолеть дискомфорт и получить реальные практические навыки. Вы их получите не когда-то в будущем, а прямо здесь и сейчас. Каждые 15 минут работы на тренажере шаг за шагом приближают вас к цели. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков. Поделитесь ссылкой на это видео в соцсетях. Это поможет развитию и продвижению канала в системе YouTube. Если возникнет желание и возможность, можете поддержать нас на Patreon или нажав на кнопку «Стать спонсором» прямо под видео. И помните, знать и уметь – это разные вещи. Но вы не переживайте, я вам помогу владеть необходимыми практическими навыками и умениями. Это уже, как говорится, моя забота. Просто делайте то, что я вам говорю, и у вас все получится. Всем отличного настроения и увидимся в следующем выпуске.